всем привет с вами вера и я вот сижу сейчас проверяю лайфхаки которые вы мне присылаете и вы знаете что я решила реанимировать рубрику лайфхаков но в новом качестве поэтому сегодня вы будете смотреть проверку лайфхаков для художников и я надеюсь что вам очень понравится этот выпуск ах да если вы вдруг впервые на моем канале давайте не будем расставаться поехали и первый лайфхак от подписчика чтобы очистить акварельную пластиковую палитру нужно тереть ее мягким ластиком и в итоге палитра должна стать чистой эту хитрость мне писали и в комментариях на ю тубе и в директ моего инстаграма и кстати подписывайтесь там я тоже делаю обзоры материалов и провожу рисовальные челленджи с призами но видимо метод подходит для палитр в которые не так сильно въелся красочный пигмент ведь палитру от красок белые ночи я прилично очистить так и не смогла хотя терла ее как могла чуть лучше ластик справился с пластиковой палитры где загрязнений меньше но усилий приложить пришлось немало скорее всего вы изломаете или вообще сильно потратите свой ластик и в конце концов просто-напросто очень устанете но желаемого эффекта белизны не добьетесь ставлю лайфхаку все-таки два балла из пяти второй совет я нашла на просторах инстаграма дабы не попасть в бан я не буду здесь показывать чужой контент ссылки на эти ролики вы найдете в описании к этому видео и так в этом ролике показано как легко исправить собирание акварельной краски в каплю на пластиковой палитре без использования наждачки краска не будет собираться в каплю если воспользоваться самой обычной мятной зубной пастой у меня другой не было это из таиланда но поверьте она самая обычная тонким слоем распределите пасту по поверхности и вытрите ее сухой салфеткой без остатка все теперь краска будет ложиться тонким слоем честно говоря до конца не понимаю как это сработало ведь пасту я всю-всю прям вытерла ставлю 5 из 5 этому совету и пока я вытирала зубную пасту то случайно открыла 3 лайфхак и так просто наносите зубную пасту тонким слоем на поверхность которую хотите очистить и потом убираете пасту сухой салфеткой палитру от красок белые ночи я намазала и почистила всю а вот большую палитру в виде куска пластика я поленилась чистить полностью обошлась лишь фрагментом надеюсь вы мне это простите и мне так понравился эффект что я решила довести свою старенькую палитру до состояния новой и дополнительно помыла ее щеточкой чтобы вычистить все уголки и места где краска забилась эффект просто супер судите сами открытому случайно совету ставлю просто 5 из 5 я обязательно буду им пользоваться четвертый совет смысл его в том что надписи текста выделителя можно легко удалить с бумаги при помощи лимона я решила что нужно проверить еще и фломастеры у них ведь тоже водная основа и мало ли лимон их также легко удалит но мы с камерам и нам очень спорили на эту тему он настаивал на том что бумага в оригинальном ролике все-таки милованная и у текстовыделителей фломастеров разная основа и удалить можно только текстовыделитель и только желтого цвета ну давайте проверим правоту камера мэна фломастеры с обычной бумаги стираются мягко говоря так себе оставляют катышки да и вообще то же самое развозюкать можно и не только лимонным соком но и обычной водой смелованные бумаги тоже все смывается с тем же успехом а что же с текстовыделителями тут все чуть лучше с простой бумаги можно почти убрать осмелованный практически без остатка не прям как в оригинальном видео где вообще не будет даже намека на какие-то надписи у меня даже желтый пигмент удалился с небольшим остатком ставлю совету 3 балла из пяти на случай если случайно испортил библиотечную книгу 5 советы не видел только ленивые одно время подобное можно было увидеть практически у каждого арт блогера в инстаграме нам понадобится пленка и акварельные маркеры должен получиться необычный эффектный акварельный градиент красим пластиковую поверхность маркерами или фломастерами и брызгаем водой и переворачиваем на акварельную бумагу получается очень круто причем можно поэкспериментировать с пульверизатором и количеством воды добиваясь интересных эффектов где-то будет по суше где-то по макрея вообще мне в принципе нравится но ставлю три из пяти все таки не у всех есть акварельные маркеры да и такой градиент можно легко повторить при помощи обычные акварельные краски нанося ее прямо на бумагу ну или же если вы любите сложности то сначала на пластик а потом на бумагу так что ты из пяти шестой лайфхак от подписчика снять скотч без порчи акварельной бумаги можно при помощи горячего фена и это действительно работает даже если скотч приклеен намертво он отойдет от горячего воздуха и абсолютно не повредит бумагу и не оставит клей на ней короче пять из пяти такому совету спасибо огромное я теперь пользуюсь сама и забыла что такое оторванный край рисунка или поврежденная поверхность рисунка спасибо еще один совет от подписчика касается маскирующей жидкости я лично пользуюсь для нанесения маски вот таким бамбуковым пером для каллиграфии с алиэкспресс с деревянного кончика потом резина очень легко снимается но иногда требуется нанести очень тонкой и желательно кистью а портить ее ой как не хочется защитить кисть от маскирующей жидкости можно как следует вымазав обмакнув ее в мыле и только потом окунув в маскирующую жидкость когда резина высохнет то она легко снимется с кисточки не испортив форс просто пять из пяти и я теперь тоже этим пользуюсь и забыла что такое неудобное бамбуковое перо так можно наносить маскирующую жидкость гораздо точнее восьмой лайфхак его мне подсказали сразу несколько подписчиков в инстаграме когда я в stories пожаловалась на засохшие колпачки от акварельных туб вы посоветовали вот что открыть засохшую тубу акварельной краски можно окунув ее в горячую воду вниз крышкой краска начнет отмокать и в конце концов где-то через минуту вы с легкостью откроете вашу акварель а иногда через пять секунд все зависит от запущенности вашего случая в моем случае все очень запущено тоже касается любой засохшей баночки с краской на водной основе но важно чтобы вода была либо кипяток либо горячая холодная вода такого эффекта не принесет вам нужно минут десять вымачивать в холодной воде вы тоже откроете но это будет гораздо дольше теперь не нужно резать тубы ножом чтобы извлечь краску просто 5 из 5 я надеюсь вам понравился этот выпуск ведь мы с оператором отбирали самые интересные и применимые к жизни секретики для облегчения работы художника поэтому скорее всего это видео будет не так чтобы посмотрел и забыл а возможно что-то вы будете применять к себе и если такое есть то пишите в комментариях и еще если действительно этот выпуск вам понравился и у вас есть что предложить то пишите свои секретики которые применяете и тогда следующий раз я буду делать выпуск специально из комментариев моих подписчиков я надеюсь что он будет довольно скоро коль скоро вы напишите свои полезные комментарии так что до встречи в новом видео я вас очень всех люблю всем пока и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok